Лока номер одиннадцать. Развлечения. На санскрите гандхарвы. Гандхарвы – это небесные музыканты, то есть на этой локе живут гандхарвы. Это ведическое имя небесных музыкантов, их жизнь посвящена развлечению других и получению удовольствия. Здесь, на этой локе, важно почувствовать внутреннюю радость и легкость, чувство ритма и гармонии, способность слышать музыку сфер, музыку, которая гармонизирует самым лучшим и здоровым способом человеческое существо, наше тело, душу и дух. И здесь мы должны задать себе вопрос, вообще, как я развлекаюсь и что меня развлекает в жизни? С этим нужно разобраться. Что касается звучания, обратите внимание на то, что вы слушаете, какую музыку. Попробуйте голосовые практики, может быть, купить тибетскую чашу, и научиться на ней играть, начать петь мантры, заняться живопением или заняться вокалом. Звучать. Звук структурирует нас, потому что мы состоим из воды на 70-80% каждый человек, а вода имеет уникальную способность менять свою структуру мгновенно. И звук очень сильно влияет на структуру воды и, соответственно, на нашу с вами структуру. Здесь происходит свобода от чувства неуверенности и озабоченности материальным благополучиям, которые свойственны первому уровню. Тут можно немножко расслабиться, уже закрыты базовые потребности, и можно уже начать наслаждаться жизнью, получать от нее удовольствие. И развлекаться, но только истинным способом, который развивает, который гармонизирует. То есть развлечения божественного характера. Бывают развлечения в невежестве. Тусовки, пьянки, наркотики. Тут надо разобраться, действительно ли я развлекаюсь или убегаю от проблем. И здесь нужно задать себе вопрос, готов ли я праздновать свою жизнь и жить играючи. Насколько вы готовы радоваться жизни и благодарить? Спасибо. 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 Спасибо.